Ну вот смотри, ты работяга, то есть ты работаешь, ты накапливаешь. И, соответственно, весь твой жизненный опыт, который ты жила в своей сознательной жизни, ситуация была такая, что доллар всегда растет по отношению к рублю. И рубль – это полная ерунда. Нужно накапливать долгосрочно в долларах, в валюте хранить, потому что это стабильная валюта. Сколько живу, столько хоронит доллар, да? Вот и дальше пускай хоронят. Хорошо, ты накапливаешь эти доллары. Ты на них хранишься, ты вкладываешься в долларовые активы. И происходит, что денежная масса долларов увеличивается, количество долларов увеличивается. А сопоставимое количество товаров и услуг, производимых на территории Соединенных Штатов Америки, не растет. Производительность труда не увеличивается. И тогда получается, что у тебя денежная масса увеличивалась, а товары и услуги не увеличились. Тогда это приведет к тому, что цены на эти товары и услуги в долларах будут расти. Это называется инфляция. И вот ты копишь, 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 да, эти доллары. Но количество единиц товара, которые ты можешь за эти деньги купить Все время уменьшается, уменьшается, уменьшается И потом ты такая подумаешь и скажешь Блин, а нафига мне копить доллары, покупательская способность, которая у меня падает Потому что их постоянно печатают Когда может быть купить что-то, что необходимо для реального производства, например Купить бочку нефти, купить слиток золота Производителя батареи литиевых, которые в реальном производстве Хоть так каким-то образом сохранен покупательскую способность Это не происходит сразу, но постепенно начинается отказ И суть в том, что люди никто никогда не соотнес, не посмотрел Ну хорошо, да, военная мощь, мощная экономика Могут еще напечатать, никогда дефолт не допустят Но в принципе, что реально стоит за вот этими вещами, когда постепенно начнут отказываться Ну то есть просто элементарно Им нужно финансировать дефицит? Они говорят, ребят, так, ну смотрите, выплатить не можем Мы напечатаем еще Ну то есть вот Веймарская республика, примерно такая же история была после Первой мировой войны Для финансирования военных расходов печатали рейсмарки Люди были на войне, никто ничего не тратил Соответственно, денежная масса увеличивалась, но в экономику не шла Закончилась война, подписали там позорный мирный договор Люди вернулись с войны, начали восстанавливать экономику Надо восстанавливать экономику На тебя наложены контрибуции Ты выплачиваешь их непосредственно То есть у тебя денег для того, чтобы направить в экономику на развитие, никто не дает Ты еще печатаешь денег Печатаешь, печатаешь, вкладываешь в эту экономику Экономика постепенно начинает функционировать Люди начинают тратить Но сама экономика еще не заработала Восстановление не произошло А денежная масса уже увеличилась Пошли по пути печатания В конечном счете все равно Чтобы тормознуть вот эту вот инфляцию Заглушить ее Привязали к реальным активам К земле, к золоту К каким-то жестким вещам, которые не так сильно влияют И поэтому дефолта не будет Будет высокая инфляция Из-за увеличения денежной массы Из-за увеличения денежной массы будет инфляция, которую нужно гасить А чтобы ее погасить Надо будет опять-то к чему-то жесткому привязать К золоту, к нефти, к сырьевым активам Которые сейчас пока что еще считаются по вот такой вот пропорции Пример, который приведен Одна тройская унция 2000 долларов А должна стоить там в 40 раз дороже Может быть так это кардинально не произойдет Почему многие говорят, да, что там уровень и 50 и 10 тысяч долларов За тройскую унцию это не предел Если вот будет такая галлопирующая инфляция Поэтому дефолт, ну мы должны Чем в долларах должны У нас печатный станок Сейчас она печатает Но опять нужно понимать, что в конечном счете Есть уже прецеденты, есть история Каждый раз, когда у вас идет необеспеченная эмиссия валюты Это приводит к инфляции Гиперинфляции А любое гашение инфляции происходит за счет того, что ты привязываешь свою монетарную политику Свою валюту Ты привязываешь к чему-то твердому К чему-то жесткому В Советском Союзе опять-таки это были драгоценные металлы и товары первой необходимости Когда была инфляция после Первой мировой войны, революции, период НЭПа То есть там было несколько периодов, когда замещалась валюта РСФСР Но в конечном счете опять стабилизация от инфляции Была привязка к золоту и к товарам поседневного спроса После Второй мировой войны сложилась подобная ситуация Чтобы ее предотвратить, соответственно, была введена Бреттенвудская система Когда привязали доллар, сказали, вот будет не золото, а будет доллар Доллар с фиксированным прайсингом Доллар будет выполнять функцию такой привязки, такой стабилизации Чтобы не началась инфляция ни в Европе, ни в Советском Союзе Ни в других пострадавших экономиках на континенте В 1972 году, соответственно, Никсон от этого отказался Ввели нефть и доллар То есть вся нефть, которая продается в мире, она продается за доллары И сейчас, соответственно, если будет отказ от этого, то доллар будет ничем не обеспечен То есть и то, что сейчас происходит, маленькими такими потоками, маленькими влияниями А давайте в национальных валютах производить расчеты Это непросто, это не быстро Но, тем не менее, отказ непосредственно происходит А если, соответственно, долги растут, поглощать некого, скажем так, капитализму И поэтому здесь встает вопрос того, что будет привязка к корзине природных ресурсов Нефть, скорее всего, это будут металлы платиновой группы Это золото и промышленные металлы Накопление обесценивается То есть если у человека были накопления в долларах В Веймарской республике конвертация была одна рентенмарка к одному триллиону рейхсмарк В 1945 году, соответственно, когда ввели дойчмарку Конвертировали, одна дойчмарка конвертировалась в 10 рентенмарк То есть рентенмарки наряду с рейхсмарками, которые были введены в 1924 году Она существовала до 1944 года, как полноценное платежное средство в Германии До 1945 года Причем, что самое интересное было Что те долги, которые Германия должна была платить, контрибуцию по итогам Первой мировой войны Там никто не сократил долг в 10 раз То есть они по-прежнему платили А вот население сконвертировали по курсу 1 к 10 И то не больше 600, по-моему, рейхсмарок можно было таким образом конвертировать И это всегда происходит с привязкой к чему-то вот такому вот стабильному, жесткому И здесь тогда есть два варианта Первое, у тебя у самого должна быть очень мощная какая-то производственная база И, наверное, Америка в этом плане более безопасна, чем, например, Еврозона Потому что в Еврозоне своих энергоресурсов нет Своего газа, по факту, за исключением Норвегии, нет Своей нефти, опять же, за исключением, наверное, Норвегии нет Своих добычей полезных ископаемых нет В Америке, в принципе, все это присутствует У них и редкоземельные металлы есть У них есть и своя собственная нефть У них есть технологии сланцевого бурения для того, чтобы себя энергоресурсами, например, обеспечить То есть говорить, что вот прям такое сильное падение не будет Но один нолик вполне может улететь И здесь просто вопрос ограничений, которые могут быть введены Потому что когда такие жесткие вещи проводятся Но, опять же, пример есть 20-х годов в Соединенных Штатах Америки Когда Рузвельт подписывает указ и говорит Ребят, золотом владеть запрещено Соответственно, вот вам одна неделя или месяц Сдать все золото государству по фиксированному курсу А у кого найдем, это будет уголовное преступление с реальным сроком заключения Поэтому еще раз к вопросу валюты и дефолта И того, что будет введено новое средство платежа То есть, по сути, будет некое новое средство обмена Некая новая мера стоимости Но оно будет что-то на что-то обменивать И оно опять будет определять стоимость чего? Стоимость в итоге производимой ценности Поэтому компания Кока-Колы все равно останется Она никуда не денется Но будут там каким-то... Доллар версии 2.0 будут расплачиваться за Кока-Колу Условно и банка Кока-Колы будет стоить там не 1 доллар А будет стоить там 10 центов Но в новой валюте Но банка Кока-Колы все равно будет Производственная линия Кока-Колы все равно будет Ее потреблять все равно будут Опять же, если компания производит нефть И из нефти производит бензин Бензин будет продаваться Нефть будет продаваться Машины будут продаваться Поэтому, если я являюсь собственником нефтяной компании Кока-Колы, автопроизводителя Я в какой-то степени защищен от вот этой возможной девальвации Но люди об этом не думают Люди опять играют в спекуляции Люди опять играют в что будет с валютным курсом Будет дефолт, не будет дефолт Надо идти на шаг вперед Давайте сделаем предположение разумное Что вот у нас вот такая вот складывается картина Что в этом случае делать? Быть собственником бизнеса Везде по чуть-чуть, понемногу И поэтому опять же в этой связи На Россию я смотрю в этом контексте В этом ключе более позитивно Начиная от того, что валюта российская Она обеспечена реальным золотом Реальной производственной базой по энергоресурсам По человеческим ресурсам в том числе Но это опять не вопрос ближайшего одного-двух лет А это такой долгосрочной перспективы Оптимист Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова